Привет, друзья! Мы покажем то, что случилось в городе и за его пределами. Каждую неделю мы делаем для вас интересные видео. С вами Тёма. Мы начинаем, а ты пока подпишись. Ночное ограбление банка превратилось в настоящий разгром для бандитов, когда им неожиданно встретился директор банка Срудж Макдак, работавший до поздней ночи. Наивно приняв его за уборщика, преступники не догадывались, что столкнулись с опасным соперником. Однако вместо крупного добычи бандиты оказались владельцами ячейки какого-то Гарри Бацона. Узнав об этом, преступники намеревались использовать всю информацию для шантажа и угрозы. Но они не ожидали, что полиция уже была на подходе. Молниеносно ворвавшись в банк, ПД развернули операцию по задержанию преступников. В ходе перестрелки один из бандитов тяжело ранил своего подельника, который оказался под перекрёстным огнём. Это был конец неудачной попытки ограбления. Директор банка остался невредимым благодаря быстрой реакции полиции. Преступники были немедленно задержаны и преданы в ПД. Всему этому беспрецедентному событию стоит поучиться, как пример того, что преступление не имеет будущего, а закон всегда побеждает. Сегодня банк и его директор могут спать спокойно, зная, что закон и порядок всегда остаются надёжной защитой от преступности. Эксклюзивное интервью с главом местной банды Сеней Паразитом вызвало настоящий шок среди общественности. Журналист Джек Ньюман оказался в опасной ситуации, когда бандиты переградили ему путь и вынудили дать короткое интервью главе подпольной организации. Сеня Паразит, известный своей жестокостью и безжалостностью, не колеблись рассказал о делах своей банды и принципах, которые они придерживаются. Он уверенно заявил, что его команда контролирует территорию города Ковалы и не позволит никому нарушить свой порядок. Это интервью вызвало волну обсуждений в обществе и повысило тревогу за безопасность граждан. Вопросы о бандитизме и преступности стали ещё более актуальными и власти решительно обещают усилить борьбу с преступностью в регионе. Сеня Паразит остаётся одним из самых опасных преступников на территории в городе Ковалы и его слова вызывают серьёзные опасения. Но журналисты и правоохранительные органы не собираются останавливаться, они намерены раскрыть все тайны подпольной банды и привлечь к ответственности всех преступников, несущих угрозу общественной безопасности. Бывший адвокат, чьи имя остаётся скрытым в интересах безопасности, выдвинул шокирующими обвинения в адрес руководства губернатора острова Алтис Фабия Капоне и Фуда Якохама, а также полицейского департамента подчинённого губернатора. Во время работы в резиденции губернатора адвокат систематически подвергался насилию со стороны вышестоящего руководства, что привело его к крайней степени отчаяния. Он утверждает, что его права и безопасность были нарушены, и он больше не мог терпеть невыносимые условия труда. Прибыл в новосток я две недели назад, и каждый божий день я вкалывал. Потом я устроился в губернатскую резиденцию, а именно адвокатом. После чего начали самые ужасные дни моей жизни. Каждый божий день меня избивали. После чего вице-губернатор Фабио начал применять ко мне электрошопер. Он расстреливал меня с электрошопера, и избиения только ухудшились. Всё продолжалось. Может, мне мешает мне? О, не сужи. В общем, они меня избивали. Дошло до того, что они сломали мне ноги, после чего я покинул организацию и полз в гору. Они меня поймали, привезли в полицейский участок, в зале полицейского, который не представився, не показав свои документы, не зачитав мне права мои, отправил меня за решеткой. А ещё, хотя бы дополню, то, что ранее ОКУДО состоял в организации СВАД, в которой он, как мне говорили сами сотрудники СВАД, и зачитывал людям также права, избивал людей и применял излишнее население. Кстати, оба, ОКУДО и Фабио, в чёрном списке ЕМС, потому что наш губернатор и лица губернатор, они на самом деле глопники, которые нечисли на руку. Эти обвинения поднимают вопросы о правосудии и коррупции на острове Алтис. Детективы будут проводить тщательное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедших событий. Однако, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные инциденты, необходимо создать условия, при которых каждый гражданин будет чувствовать себя защищённым и в безопасности. Дело всё ещё развивается, и гражданам острова Алтис остаётся только надеяться на справедливое разрешение этого скандального дела. Сенсация Оксана Шевченко, известная своими дерзкими угонами фур с горнорудного карьера, решила взять в свои руки свою судьбу и организовать невероятный кастинг для выбора своего будущего мужа. Каждую минуту на карьер прибывали мужчины со всех концов острова, готовые пройти через огонь и воду, чтобы завоевать сердце красавицы. Обаятельные кавалеры привозили цветы, песни и подарки, но лишь немногие смогли удовлетворить строгие критерии Оксаны. Оксана была настойчива в своих требованиях. Будущий муж должен быть добрым, честным, с чувством юмора и, конечно же, нежадным. Но внезапно все планы Оксаны рухнули в один момент, когда на кастинг явилась полиция. Напряженная обстановка начала нарастать, когда полицейские начали тезерить нарушителей спокойствия, пытающихся впихнуться в список претендентов. Недовольные мужчины были вынуждены отступить, а Оксана осталась без будущего супруга. Да за что, а здесь кастинг, а не мирная? Ладно, я урезаю, хорошо. Нет, ну здесь кастинг, а лучше портить это все. Гости, гости, гости. За что вы портите? А что стреляешься? Нет, нет, ну это был кандидат. Зачем вы его? Слышь, смысл, смысл, нет, не трогайте его. Обычном все испортили, блядь. Боже, полиция, это просто ужас. У меня не будет мужа. Оксаны, Оксаны. У меня никогда не будет мужа. Оксан, да будет у тебя муж. Но, несмотря на все преграды, Оксана не унывала и решила, что правильный человек найдется, даже если придется пройти через кастинг еще раз. Следите за развитием событий, ведь эта история еще не подошла к концу. В захватывающем событии, организованном богатым меценатом и авантюристом Данилом Олеговичем, жизнь обычных граждан на острове перевернулась с ног на голову. Именно благодаря ему близ города Кавала была проведена уникальная гонка на моноколесе, которая привлекла внимание не только любителей адреналина, но и местных жителей. Федеральная трасса от старого КПП до больницы города Софии стала настоящим испытанием для гонщиков, которые с огромным энтузиазмом принялись за дерзкие маневры и опасные повороты. Уникальность соревнования заключалась не только в его организации трассе, но и в невероятном призе денежной компенсации, которую получили все участники, достигшие финиша. Продолжение следует... Однако настоящим открытием гонки стала победа девушки по имени Лея, которая впечатлила всех своим мастерством и смелостью. Завоевав единственное первое место, Лея продемонстрировала всему миру, что в мире автоспорта нет места для гендерных стереотипов. После захватывающей гонки все участники были доставлены с комфортом обратно в Кавалу, их сердца наполнились восторгом и удовлетворением от участия в этом захватывающем событии, организованном Данилом Олеговичем. Надежды на новые увлекательные соревнования на острове теперь живут в сердцах всех, кто был свидетелем этого незабываемого момента. Благодарим вас за внимание, с вами был Тема, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok